Добрый вечер! В эфире ПОДИИ на телеканале ЛОД в студии Светлана Попова. Время подвести итоги этого дня. Сегодня будем говорить о таком. Президент обсудил с местной властью план развития Украины. Нужна реформа. Студенты Далевского университета учились бороться с расовой дискриминацией. Немножко непонимание своей традиции возникли. Павлоградский мост признан лучшим проектом Европейского союза за рубежом. Об этом в своем твиттер сообщает представительство ЕС в Украине. Напомним, 6 декабря 2016 года состоялось торжественное открытие реконструированного моста между Северодонецком и Лисичанском. Восстановили мост при финансовой поддержке ЕС в рамках проекта «Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Северский Донец». ЕС выделил на восстановление моста более миллиона евро. Мост есть, очередь за дорогами. На Луганщине начнется ремонт на шести социально значимых дорогах. В ближайшие три месяца проведут работы по ликвидации ям на более 100 тысяч квадратных метрах дорожного полотна по направлениям. Старобельск, Луганск, Красный Луч, Макеевка, Донецк, Чугуев, Меловое, Демино, Александровка, Сватово, Лисичанск, Луганск, Северодонецк, Новайдар, Троицкое, Белокуракино, Старобельск, Просяное, Беловодск, Широкий. Об этом нам рассказал заместитель председателя Луганского благосадминистрации Вадим Даниилян. Также он добавил, что с областного бюджета выделили 265 миллионов гривен, но приступить к ремонту дорожного покрытия еще не могут из-за плохой погоды. Это ремонт дорог в основном с укреплением основания, а также с заменой нижнего и верхнего слоев асфальтобетона. То есть, скажем, это в принципе ремонт дорог, который можно приравнять к капитальному, только разница в том, что капитальный – это ремонт дороги с изменением категорийности, то есть размеров. На сегодняшний момент выделены деньги под поточный средний ремонт дорог с укреплением оснований самой дороги. В Киеве состоялось пятое заседание Совета регионального развития. Возглавлял его президент Украины Петр Порошенко. В мероприятии приняли участие руководство кабинета министров Украины, Верховной Рады и представители местной власти. Луганская делегация во главе с губернатором Юрием Горбузом тоже присутствовали на заседании. О подробностях наш корреспондент Валентин Сычев. Более тысячи человек заседали на Совете регионального развития. Среди них украинский министр, генеральный прокурор, глава Нацбанка и главы областей и городов. Говорили о том, что нужно сделать, чтобы страна процветала. Развиток – это слово в названии нашего организационного и дискуссийного майданчика и есть ключевой темой нашей сегодняшней встречи. Вопросы минимальной зарплаты и вплива на бизнес и бюджет, вопрос о восстановлении банковского аккредитования, децентрализации, дорожная инфраструктура, реформа системы охраны здоровья и изменения в целом и среднем области. Министры представили свои программы развития экономики Украины в различных отраслях, включая медицину и образование. Глава Луганской областной государственной администрации Юрий Горбуз прокомментировал аспекты, касающиеся Луганщины. Для себя, скажем, больше всего, чем три этапа, которые есть в моменте, надо поднажать. Это в децентрализации, в здравоохранении у нас и так, как бы мы идем своей дорожной картой. И я думаю, мы еще с исполнителями обязанностей министра встретимся, обсудим эти вопросы уже завтра на совещании. По образованию нужны реформы. Помимо этих проблем, глава области добавил, что торговая блокада повлияла на экономику Луганщины. По словам Юрия Горбуза, главное – закончить войну. Надо обращаться к гражданам временно, неподконтрольным, которые сегодня от 300 до 500 человек переходят за пенсиями. И пока мы сами не поймем, что сегодня уже все устали от войны, пока мы сами не подтолкнем эту ситуацию к более серьезным диалогам, мира, к сожалению, на Луганщине не было. Валентин Сычев, Александр Буряк, ПАДИИ. Северодонецкие депутаты не ходят на сессии Горсовета. Очередное заседание не состоялось и сегодня. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого Горсовета. 12 из 15 членов исполкома не явились на заседание, на котором должны были рассматриваться крайне важные для жизнедеятельности города вопросы. В том числе о перераспределении расходов бюджета, о внесении изменений в доходной и расходной части городского бюджета на 2017 год, о предоставлении служебных жилых помещений и предоставлении единовременной материальной помощи гражданам, которые временно испытывают материальные трудности. ИО городского головы Сергей Зарецкий отметил, что к членам исполкома, которые не явились на заседание, будут приняты соответствующие меры. Напомним, ранее 15 марта по таким же причинам была сорвана очередная сессия ведомства. Ежегодно 21 марта во всем мире отмечают Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. Эта дата была установлена полвека назад на Генеральной Ассамблее ООН. В Луганской области проживают представители 128 национальностей. Немало студентов из других стран учатся в Восточно-Украинском национальном университете имени Владимира Даля. Представителей разных народов пригласили на тематическое мероприятие «Не бойся быть равным». Встречу провели в областном центре народного творчества. Чему научились местные и иностранные студенты – об этом сюжете. Унижая людей другой национальности, мы теряем уважение к себе. С такого социального видеоролика началась встреча студентов Далевского вуза, посвященная борьбе с расовой дискриминацией. Студенты – украинцы, узбеки, тяджики и крымские татары пытались с помощью рисунков объяснить значение таких понятий, как дискриминация, расизм, предвзятость, толерантность, равенство. Я больше узнала о проблеме национальной расовой дискриминации. И меня приятно удивило то, что сегодня я не увидела вообще никаких проявлений такой дискриминации. Хотя на улице частенько такое встречается. У меня есть друзья кавказской национальности. Все равно, когда, допустим, мы гуляем и патруль полиции, ну, естественно, как-то к ним моментально же подходят. Немножко вот есть опасения, хотя, ну, потому что постоянно такое есть. А со стороны сверстников вот такого у нас, наверное, общество уже как привыкло, я не замечала. В одной игровой секции участники представляли себя в роли иностранцев, которые ощущают финансовое, юридическое и социальное неравенство из-за своего происхождения. Незамжону, который приехал из Узбекистана, досталась роль безработной матери двоих детей, уроженки Армении. Именно понравилась последняя игра. Это взять себя чувствовать другого национальности и играть в этом роли. Как тебе себя чувствуешь в другом национальности и в этом ситуации быть. Подобные эксперименты позволяют представить, что чувствуют иностранцы, находясь в другой стране. И помогают местным жителям учитывать их мнение, считают организаторы встречи. Пришлось поработать, пришлось нам и педагогику изучать, и психологию. Пришлось поработать. Мои работники работали около двух месяцев для того, чтобы найти эти задания и придумать их. Чтобы люди обменялись между собой вот этими ролями и почувствовали себя, что такое быть иностранцем в чужой стране. Иностранные студенты говорят, что с дискриминацией в Украине им сталкиваться не приходилось. А вот непонимание иногда возникает. Ко мне относятся как один из своих. Никакой дискриминации пока не чувствовал. Ну, может быть, среди некоторых людей везде есть всё равно дискриминация. Но это связано с праздниками, национальными праздниками отмечать. И вот, можно сказать, немножко непонимание своей традиции. Преодолеть стереотипы помогает открытое общение и желание больше узнать о другой культуре, считает наш герой. Он научился курсников готовить настоящий узбекский плов. А сам с удовольствием освоил рецепт приготовления украинского борща. Наталья Войнова, Роман Царевский, Пади. Житель Белокуракина просит помощи. В феврале этого года в пожаре Николай Скляр потерял жену. А дом теперь непригоден для проживания. Громада помогла отремонтировать крышу. На дальнейшее восстановление у Погорельца денег нет. Беда пришла в дом Николая Скляра в феврале 2017-го. На несколько минут Николай Андреевич вышел в летнюю кухню разогреть обед. Вернувшись, увидел, что дом, в котором находилась его жена, был полностью охвачен огнем. Мужчина пытался тушить пожар своими силами. Но все было безрезультатно. Поэтому он побежал к соседям просить о помощи. Я не мог ничего сделать. Я выбег, на меня все горит. Побег в одну дверь, двери закрыты, ворота закрыты. Нема никого дома. И бегаю в босы по улице. Я говорю, снижешь, зима. И на меня все горит. Свой дом Николай вместе с покойной женой построили в 59-м году. Теперь жить в нем нельзя. Да и просто находиться небезопасно. За помощью Погорелец обратился в громаду. Кто помогла громада, сделали крышу, сделали крышу, доступ привезли, подладили. Работы по восстановлению сгоревшего жилья еще много. Но ни финансово, ни физически. Пенсионер не в состоянии отремонтировать дом. Надо двери взробить. Ну, тут хоть трохи. Викна постекли, типа там, какие-то. Ну, хотя бы, хотя бы это взробить, чтобы не так страшно было заходить в дверь. Ну, ну что. А вот так и в середине надо наладить хоть трохи. Десь что-то подштукатурить, десь подладить там что-то. На улице, где он живет, соседи в основном пожилые люди. Помочь ничем не могут. Надежда у него только на неравнодушных жителей поселка Инкромаду. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк. По ДИЕ. Вы смотрите По ДИЕ. И вот что у нас во второй части. Фотопроект «Если бы не война». Как изменилась жизнь обычных людей из-за боевых действий на востоке Украины. Знакомься Украину с ребятами, которые заслуживают того, чтобы их уважали. В Сватовском районе определили чемпиона области по мини-футболу. В Луганской недореспублике так называемые налоговики объединились с охранными службами и взламывают банкоматы. В оккупированном Донецке псевдоинститут экономических исследований обнародовал статистику материального неблагополучия в непризнанной ДНР. В Луганской псевдореспублике участились случаи подрыва боевиков на своих минных полях. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. Зарабатывали как могли. В Луганской недореспублике так называемые налоговики объединились с охранными службами и взламывают банкоматы. Об этом пишет информатор. Итак, в оккупированном Луганске шестеро недосотрудников бандитской налоговой совместно с охранниками псевдо-МВД вскрыли банкомат с деньгами, который находился в помещении банка ВТБ на улице Лиховида. И украли 190 710 гривен. Инцидент произошел еще 23 января, но долго замалчивался чиновниками-сепаратистами. Вседозволенность боевиков приводит не только к ограблениям. В оккупированном Горловке террористы за нарушение так называемого комендантского часа убили двух молодых парней. Об этом пишет Остров. Горловчан расстреляли за то, что они ночью просто вышли на улицу. Наказание за убийство никто не понес. Процветание откладывается на неопределенное время. В оккупированном Донецке рассказали о мизерной официальной средней зарплате и общем обнищании местного населения. Об этом пишет Луганский Радар. Итак, псевдоинститут экономических исследований в захваченном Донецке обнародовал статистические данные о материальном неблагополучии в непризнанной ДНРе. Оказалось, что в 2015 году фонд оплаты труда сократился на 15,7 миллиардов рублей по сравнению с 2014 годом и составил всего 12 миллиардов. В текущем 2017 денег еще меньше. Всего лишь за один год господство русского мира в Донбассе на предприятиях сократилось численность штатных работников на 133 тысячи человек. Не радуют жители захваченных территорий постоянное обнищание. Так, в 2015-м зарплата сократилась на полторы тысячи рублей и составила в среднем 6800 рублей. Это в переводе на гривню – минимальная зарплата в Украине, а средняя зарплата в подконтрольной Киево-части Донецкой области в два раза больше – 7111 гривен. Люди говорят, и выжить за такие деньги невозможно. В Луганской Квазиареспублике участились случаи подрыва боевиков на своих минных полях. Бандитское командование 2-го армейского корпуса непризнанной ЛНРи направило главарям бригад указания в срочном режиме провести тщательную проверку карты схем минных полей, установленных самими оккупантами. Об этом пишет 0642. Это распоряжение террористы выдали, потому что участились случаи подрыва личного состава бандформирований на минах, которые они собственноручно устанавливали ранее. В псевдоприказе приводится пример, когда за одни сутки подорвались пять боевиков, из них три на собственных минно-взрывных устройствах. Дело в том, что карты и схемы минирования во многих бандитских подразделениях отсутствуют. Часто оккупанты в алкогольном опьянении устанавливают мины и на утро указать место не могут. Карты составляют по подрывам личного состава. 80% руководителей средств массовой информации в Луганской области – женщины. Правда, названия специальностей у них мужские – редактор, оператор, журналист. Существуют ли гендерные неравенства в луганских СМИ? Об этом сюжете. Хозяйственная, заботливая и привлекательная такими качествами, по мнению создателей, большинства рекламных роликов должна обладать настоящая женщина. Гораздо реже в подобных видео ее делает успешной карьеристкой. Чаще отводят роль мамы. Такой подход, по словам доктора психологических наук, противоречит гендерному равенству. Если брать, осуществлять анализ, какие гендерные роли, женские гендерные роли, транслируются с экранов телевидения в виде телесериалов, в виде рекламы, то это, конечно же, самый распространенный образ женщины-матери, женщины-хозяйки. Такой женщины, которая присутствует в общественном укладе жизни. Если это идет речь про мужчин, то, конечно же, мужчина. Он сильный, он герой, он победитель. И такие стереотипы, такие роли навязываются, очень хорошо впитываются. Титры в сюжетах не исключение. Зачастую, если женщина возглавляет какой-либо отдел, рядом с ее фамилией и именем будет написано «начальник» в мужском роде. Это не касается поэтесс, художниц, писательниц. Сотрудники различных СМИ Луганщины признаются, побороть вековые гендерные стереотипы с каждым годом становится проще. Больше женщин занимают высокие должности на предприятиях и в государственных структурах. Неважно, в юбке интервьюируемый эксперт или в штанах, главное, чтобы он был в теме и владел информацией. Что касается героев публикации, в частности нашей газеты областной громады Луганщины, мужчин больше, но женщины более активные. Где-то, я бы так сказал, 60 на 40. То есть гендерное равенство тоже в этом плане, я думаю, все-таки соблюдается. Но если женщины будут более активные, я думаю, что мы дадим возможность больше выступать на страницах нашей газеты. Один из самых главных вопросов, который интересует всех луганчан, это вопрос мира, воссоединения Луганщины. Здесь как раз, я думаю, все-таки больше доверяют женщинам. Директор департамента массовых коммуникаций в Луганской области также рассказывает, на Луганщине сейчас зарегистрировано 22 периодических печатных издания. Еще 12 газет выходят в тираж по необходимости. Среди редакторов коммунальных изданий подавляющее большинство – женщины. Их 14, в то время как мужчин-редакторов трое. По его словам, в регионе собственное вещание транслируют 4 телерадиокомпании. И вот здесь наблюдается паритет. Две ТВ-организации возглавляют женщины и две – мужчины. Что касается журналистской среды в целом, то здесь, наверное, все-таки немножечко преобладают у нас женщины. Когда сегодня такая политическая ситуация, я думаю, все-таки больше женщин в журналистике это положительно действует в целом на и нашу область в частности. Число женщин в журналистской профессии и на руководящих должностях по факту растет. На телеканале «Лот» почти половина сотрудников – это женщины. 50% из них занимают ведущие посты в разных подразделениях. В нашей филе работает чуть больше 40 женщин, и многие из них занимают руководящие должности, возглавляют структурные подразделения. Я так понимаю, что и женщина, и мужчина, руководитель, должны в себе сочетать какой-то набор качеств, которые присущи руководителю. И требовательность, и ответственность. В новостной редакции телеканала «Лот» журналисток вдвое больше, чем журналистов. Но среди операторов нет ни одной девушки. Решительность, активность, рациональность, нацеленность на профессиональные достижения. Так характеризует своего коллегу, режиссера первой категории ТВ на «Лоте» Наталью Савенко. Наташа рассказывает, гендерное неравенство в видеоматериалах встречается крайне редко, хотя в день она монтирует по 5-6 сюжетов. В сюжетах, которые я монтирую, героями могут быть как мужчины, так и женщины. Встречаются женщины, которые добились чего-то, и встречаются мужчины, которые не добились ничего. Наши журналисты освещают их жизнь, их деятельность, независимо от их половой принадлежности. Моя профессия – режиссер. Я тружусь наравне с нашими мужчинами. По моему мнению, этой профессии, как и во многих других, пол не важен. Главное – быть хорошим специалистом и хорошим человеком. По мнению американских психологов, каждый человек бисоциален. То есть у нас у каждого есть и мужские, и женские черты характера. В нынешних условиях мы видим, что действительно женщины взяли на себя самые сложные роли, и в условиях нахождения в зоне антитеррористической операции. Мы видим очень много женщин в форме, смелых, выносливых, грамотных. Но, к сожалению, это не женская роль. Чисто мужских и чисто женских профессий ни на ТВ, ни в жизни практически нет. Вне зависимости от биологического пола и мужчина, и женщина может свободно выбирать свою социальную роль. А роль СМИ в этом вопросе не укреплять, а попытаться искоренить гендерные стереотипы. Роман Царевский, Николай Резниченко, Андрей Бригидер, Пудзия. Если бы не война. Так называется новый фотопроект. Его в Северодонецк привезли волонтеры из Киева. Фотографии показывают изменения в жизни обычных людей из-за боевых действий на востоке Украины. Подробнее Анастасия Волкова. 122 истории, 146 участников. На эти фотографиях отображена жизнь обычных людей, которые изменила война. Все они пошли добровольцами отстаивать целостность своего государства. Как изменилась их жизнь, можно проследить по этим снимкам или прочитать в этой книге. Северодонецк – пятый город Украины, который принимают выставку. До этого ее видели в Киеве, Днепре, Харкове и Запорожье. Организаторы рассказывают, работали над фотопроектом около года. Все делали за деньги меценатов, друзей и знакомых. Главную цель, которую хотели достичь – показать, кто на самом деле кроется за формой бойца. Знакомимся в Украину с ребятами, которые заслуживают того, чтобы их уважали, чтобы их знали, знали их историю. И чтобы мы знали, благодаря кому мир находится в наших городах. В основном всех ребят мы знаем лично. Из госпиталя военного, либо это ребята, которым мы помогаем в зоне АТО. И есть, конечно же, часть ребят, которых мы не знали, но искали для проекта. Все равно через друзей, через бойцов, через волонтеров. По словам Юлии, бойцов, которые заслуживают внимания, гораздо больше. Выбранное число историй мотивировалось финансовыми затратами, которые потребовались на воплощение фотопроекта и публикацию книг. Тираж небольшой – 2000 экземпляров. Познакомиться с ними можно, посетив выставку. Её разместили в Восточно-Украинском национальном университете имени Владимира Даля. Мне понравилась эта выставка, потому что очень много фар, и девчонки с хлопцами, какие хорошие. Выставка действительно очень хорошая программа, искренняя, чувственная. Мы очень ценим такие проекты, потому что годы уходят. Война, она всегда разная. И очень важно, чтобы в памяти людей оставались моменты, жизненные истории, которые рассказывают бойцы. После Севердонецка фотопроект повезут в Мариуполь. Организаторы хотят, чтобы выставку увидели не только в Украине, но и за рубежом. Анастасия Волкова, Николай Резниченко, Пуди. В Сватовском районе на базе Гончаровского спортивного комплекса прошел областной чемпионат по мини-футболу, посвященный годовщине победы во Второй мировой войне. Участие в турнире приняли 12 команд из Луганской и Харьковской областей. За ходом футбольных матчей наблюдали и наши корреспонденты. Сватовчане во время открытия турнира встречают гостей с хлебом с солью. Организаторы футбольного праздника поблагодарили все команды, которые нашли время и возможность приехать на Сватовщину, чтобы побороться за престижный трофей. Наша область переживает очень страшную беду, как и вся наша Украина. И сегодня это чувство землячества, мабуть, у нас набагато острее, мы и Донецкая область чувствуем один до одного. Я очень рада вас видеть. И я верю в то, что в недалеком будущем вся наша Луганская область будет стоять тут на Сватовской земле, и мы будем ее всех витать. 12 команд-участниц, согласно регламента турнира, были разделены на 4 подгруппы, а победители групп напрямую выходили в полуфинальную стадию соревнований. Среди потенциальных лидеров и команда хозяев чемпионата. Поэтому сватовчане были настроены на борьбу серьезно. Мы раньше играли тремя командами, победителями районного. В этом году мы решили сделать сборную команду, взять лучших, те, которые у нас есть, для того, чтобы действительно сделать боездатную команду и выступить достойно. Очень решительно была настроена команда из Купенска Харьковской области. Она дважды подряд выигрывала этот турнир. Поэтому и в этом году была настроена только на победу. Мы выиграли два раза турнир подряд. Нас приглашают. Мы с удовольствием приезжаем сюда. Здесь наши друзья. Мы их тоже приглашаем к нам на турниры. Всегда с радостью едем сюда. Спортивный интерес друзей увидеть. Одним из фаворитов турнира была также команда Новопсковского района. На турнире футболисты этого коллектива стартовали сразу с уверенной победы. Ну, приезжаем, конечно, с хорошим настроением. Только выигрывать. А так, турнир начался удачно. Выиграли. Сейчас даже не с каким счетом. Ну, выиграли команду Старобельск. Какие планы? На что надеетесь? Ну, надеемся, конечно, стать чемпионами. Забрать кубок. И сделать это команде из Новопскова удалось. Именно этот коллектив в финальном матче с хозяевами турнира, сватовчанами, в интересной напряженной игре одержал победу и стал обладателем главного футбольного трофея. У сборной команды Сватовского района второе место. А бронзу завоевала команда Кременского района. Все призеры турнира были награждены грамотами, медалями и денежными призами от спонсоров. Юлия Щербак, Пудия. Таким был этот день на Луганщине. Что готовит нам погода на завтра, узнаем прямо сейчас. 22 марта в Луганской области переменная облачность без существенных осадков. В Луганске температура воздуха ночью плюс 1-3 градуса. Днем столбик термометра поднимется до плюс 13 градусов. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия или столкнулись с социальной проблемой, звоните к нам в редакцию по телефону 050-328-8644. Сама свежая информация о событиях в Луганской области на сайте LOTLGA и в новостях Радио Пульс. На этом все. Берегите себя и родных. Увидимся на телеканале LOTLGA. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин